Я два часа только и делал, что повторял, что нам нужно хорошо знать, кто есть кто. То есть, какая частица оставила, например, такой трек или такой сигнал в каком-нибудь треке. Что означает? Что базовая, в такой вот физике тяжелых кварков, базовая вещь, кроме того, чтобы хорошо померять вершину, это проидентифицировать все частицы, которые мы рисуем на диаграмме. О чем идет речь? Значит, есть много мерений. Обычно, ну, давай, я там две минуты поговорю, чтобы вы немножко отошли от кварковых диаграмм. Значит, есть два подхода. Первое, это вот у вас проходит частица, и для того, чтобы ее померить, вам надо, чтобы она про взаимодействовала с существом, что вам Максим вчера рассказывал. Значит, либо у вас цель, чтобы она про взаимодействовала чуть-чуть, чтобы не поменять ее кинематику, чтобы можно было потом еще что-то померить. И это вот эти методы. Это потеря энергии, это посмотреть, например, на черенковский свет, об этом я расскажу, на переходное излучение, там померить время пролета, тоже мы расскажем. Это вот такие достаточно невинные способы для того, чтобы проидентифицировать эту частицу. А второй подход, это взять и эту частицу убить, и посмотреть, как она умерла. Например, отправить ее в вещество и посмотреть, сколько она высадит энергии. После этого, конечно, она уже надо обязательно, чтобы она там установлена, это плохо говорит. Но цель заключается в том, чтобы она там остановилась, чтобы мы были уверены, что это вся энергия, которую она высадила, и что мы померили всю энергию. Либо наоборот, убить все остальные частицы. Это поставить много вещества, например, мион, мы знаем, через вещество умеет проходить гораздо лучше, чем другие частицы. То есть поставили много вещества, всех остальных убили, и посмотрели на выходе трек зараженной частицы. Ну, значит, это скорее всего. Вот есть два таких вопроса. Значит, мы поговорим про два. Про использование черенковского света и про время пролета. Ну, для этого, для того, чтобы про них говорить, и там и там нам нужно уметь детектировать сеть. И, собственно, то же самое нужно будет вам, когда завтра будет Стефан рассказывать про калориметрию. Соответственно, я сейчас пять минут проговорю про фотодетектирование. Они, как я уже сказал, они используются везде. Значит, дальше фотоны вы можете рассматривать как частицы. Вот мы нарисовали, например, вот такую вот диаграмму. Вот у вас, пожалуйста, фотон. Он может у вас там полететь в калориметр, и, например, вы его там поймете. Какой-нибудь радиационный расход. А может быть, это у вас есть синтелляционный детектор, и вам надо с ним осчитать сеть. Во всех случаях это очень важно. И самый простой фотодетектор, фатонный фотодетектор, это фотоумножитель, который вы все знаете. Идея, опять же, очень простая, как и все остальные. У вас есть фотон, у вас есть фотокатон. Он выбивает с какой-то вероятностью, которую мы назовем квантовой эффективностью, фотоэлектрон. Ну, а дальше вы его ускоряете в системе динода, у вас есть умножение, и на аноде вы уже меряете большой сигнал. И, соответственно, усиление этого сигнала в такой системе, оно может быть очень большое. Например, 10 в 6. То есть это очень хороший период. Программа в нем в чем? Во-первых, ну, он неплохой, но он недостаточно быстрый, такой характер, наверное, у него разбросок. И второе, у него сложная геометрия. Вам ее никто не расскажет, потому что изготовление фотоумножителя – это большое ноу-хау для компании, которая на этом зарабатывает большие деньги. Но геометрия здесь сложная, потому что вам нужно иметь линейность, вам нужно иметь хорошую фокусировку, фокусировку, у вас не должно, там будет аллогасинг, у вас не должны материалы испускать какие-то дополнительные вакуум, молекулы и так далее. И кроме того, вы видите, какой он большой. Вот у вас фотоумножительный. То есть у вас может быть вот такой фотоумножительный, а может быть вот такой. И представьте себе, что произойдет, если вы его поместите в магнитный адрес. Вот всю систему фокусировки на мышцы. Поэтому он не подходит для работы в магнитном поле. Даже достаточно слабо. Ну и, конечно, есть фотоаппарат материал. Это такое большое материалы. Потому что они, во-первых, все имеют разную квантовую эффективность. Вы хотите, чтобы она была самая большая. А во-вторых, зависимость этой квантовой эффективности от длины волны совершенно разная. Поэтому сначала вы должны определить, что за свет вы хотите мерить, с какой длиной волны. А потом уже подбирать, собственно, фотоаппарат, который у вас будет иметь достаточную квантовую эффективность. И там не стоит запредельное. Другой очень хороший вакуумный фотоаппарат, это микроканадная пластика. Ну, чем она отличается? У вас электрод на входе здесь, на поверхности, а на выходе здесь. Вот у вас одна ячинка. И умножение сигнала у вас происходит вместо системы диодов просто на стенках вот этого канала. У вас такой просто протяженный динок. Значит, пластинка это тонкая. Ну, сразу же, чем она очень хороша? Она гораздо лучше работает в магнитном поле. Она тонкая. У вас нет проблем с фокусированием. А какой материал? Материал, ну, вот это вот, например, на этом примере свинцовая стекла. Дальше, чем она еще очень хороша? Тем, что у вас очень, она дает очень хорошее разрешение по времени. 20-й кассив. Лучше, наверное, вы не найдете в хороших, в современном выборе. Ну, и, конечно, у нее есть проблемы. То есть умножение у нее хуже, чем у фотоумножителя. Там, до 10 в 4-й она может, а не до 10 в 6-й. Ну, и второе, конечно, время жизни у нее... То есть она умеет ставиться при облучении. Ну, и если вы там начнете ее загружать, то есть, например, если у вас там в среднем в повороте на ячеек будет лететь сигнал, то линейности у вас никакой не будет в зависимости от сигнал. Другой тип фотодетектора – это полупроводниковый фотодетектор. Это здесь у вас в Харькове есть много экспертов по кремнию, например, фотодетекторам, и более сложным. И идея здесь тоже, в общем-то, простая. У вас ограниченный бегерный режим над пробоем. Дальше вы, собственно, протектируете электрический сигнал. Линейность у вас может быть просто за счет количества ячеек. Вот у вас, например, маленький кремния войдет, вот у вас маленький. Вот у вас, поскольку размер маленький, и сам детектор, в общем-то, достаточно дешевый, вот у вас, вы можете взять длинную двухметровую синтезационную пластину, собрать с нее свет длинным светодиодом с какой-то эффективностью, а в конце здесь строить маленькие кремниевые фотоумножители. Вот это вот стандартная, совершенно стандартная схема детектора для большого количества метров для линейного калории. Кроме того, конечно, кроме того, что он детектор дешевый достаточно, у него очень хорошая агронулярность, и вы умеете мерить сигнал от единичных фотоэриков. И дальше, конечно, это полупроводник. Вы его охладили, например, там длинник минус 50 градусов, и у вас шум вместо там 5-8 электронов стал полным. Тоже очень хороший. Ну и дальше, если вы возьмете две идеи, вот у вас фотокатод, вот у вас усиление в сильном электрическом поле, динода у вас нет, но зато у вас здесь есть кремниевый смысл. Что вы делаете? У вас усиление идет в один шар. Поэтому у вас очень хорошее разрешение по энергии. У вас тонкий детектор, поэтому пространственное разрешение тоже очень хорошее. Можете здесь сегментацию сделать. Вот у вас сигналы от одного фотоэлектрона. Очень чистые и хорошие. Но это, конечно, есть проблема. То есть для того, поскольку у вас усиление, и у вас электрон в очень сильном поле, здесь какие-нибудь 20 киловольт, то проблема первая заключается в том, что, ну, не дай бог, у вас здесь какой-то материал не идеально чистый. У вас возникает газ, и, конечно, у вас теряется все замечательные качества этого ДТ. То есть у вас здесь важен очень хороший вакуум. И дальше, для того, чтобы у вас иметь разрешение пространственное, у вас тоже он не будет работать в магнитном поле. Так, дальше, ну, я вам что-то простой предложу сначала, как идентифицировать частицы. Вот у вас самый стандартный ДТ. Вот у вас первая часть. Вот здесь, вот, например, у вас центр детектора. Дальше мы идем наружу. Вначале у вас идет какой-то трекерный детектор. Очень легкий, потому что вам нужно, чтобы у вас перед калориметром было минимум материала, иначе вы плохо померяете фотоны и электроны. После этого у вас идет электромагнитный калориметр, где у вас там фотоны и электроны умирают, и вымеряете их энергию. После этого у вас идет адреномный калориметр. Это все, что вам он за утро расскажет. Где умирают адреномы и вымеряете их энергию. И, наконец, дальше у вас идет электронная система. Вот просто посмотрев, есть сигнал или нет, в каждом из этих четырех детекторов вы можете почти все узнать. Например, если у вас есть фотон, оставляет он трек детектор? Ну, нет, конечно. Он не заряжен на чистке. И он, постой, значит, он оставляет ливень в электромагнитном калориме. Это означает, нет сигнала, есть сигнал, нет сигнала, нет сигнала, значит, скорее всего, фото. Очень упрощенная идея такая. Берем электрон, заряженная частица. Оставляет он трек? Конечно. И дальше он оставляет ливень в электромагнитном калориме. Да, да, нет, нет, значит, это скорее всего. Берем меон. Оставляет трек? Оставляет. Оставляет небольшой сигнал в калориме. Оставляет. Это он ливень не дает, но небольшой сигнал остается. И он проходит через все вещество и оставляет трек меонные системы. Меон. Дальше у вас есть заряженный адрон. Пиемезон, колонн, протон. Заряженный, оставили трек. Дальше это адрон. То есть адронный ливень, длинный, глубокий. То есть он начинается в электромагнитном калориме и заканчивается в электромагнитном калориме. Да, 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 нет, заряженный адрон. Дальше нейтрон. Нейтральная частица трека не оставил, но дал огромный ливень. Вот так вот. Не отдание. А, нет. Просто. На самом деле нет. Значит, вот, например. Ну, давайте так. Вот мы взяли и пошли на большой эксперимент. И нашли мы протон с очень большой энергией. Гораздо больше, чем вы рассчитали свой дырян. Что произошло? У вас хвост этого ливня выполнил в мёдную систему. И, например, оставил там трек. И вот вы неправильно решили. Вы решили, а вдруг это мёд, сколько он оставил здесь трек. Другой пример. Вот у вас экспериментная речь. Очень много трек, очень много частиц. Сто частиц событий вылетают и в совершенном взаимодействии. И у вас рядом прошёл, ну, например, нитрон и электрон. Что у вас вы увидели? Вы увидели трек. И вы увидели вот такую картинку. И что вы решили? Вы решили, что это заряженный адрес. Я ошибаюсь. Поэтому. Всяти стихоидентификации. Вот только что мы говорили на дань. Она состоит из нескольких важных вещей. Первое. У вас должен быть точный трекер. Чтобы, например, близко проходящие частицы вы могли максимально хорошо различить. У вас, вам хорошо бы научиться мерить энергию. Или мерить потери энергии. Для того, чтобы добавить в себе способность различать частицы. И вам нужно оптимизировать весь ваш детектор. Например, если вы поставите побольше, поглубже, адронный калориметр, значит, фона к мионам будет меньше. Неправильный. Это так. Но о чём я дальше буду говорить? Вот здесь мы говорим, что протоны, калоны, пионы, а как между ними? Как их отличить между собой? Вот есть простой способ потери энергии, например, о которых максимально читает. Есть другие. Почему это важно? Вот мы говорили про тегиновый мионам. Вот вы этот пион перепутали с калоном, но ошиблись в тенирах. Вот это то, что, например, о чём мы говорили. Вот мы, например, плохо померили импульс, и вот эти спектры этих мионов, они у нас слились. И мы неправильно определили одно. Дважно. Ну, кроме того, что просто обычные распады, которые, какие-нибудь редкие, которые мы ищем, мы взяли неправильно восстановили. Поэтому частицы важны. Вот еще один пион. Вот есть инвариантная масса двух пионов. Вот такой большой пик. Здесь у нас нет пока что информации об идентификации. И он видел. Так вот, в этом пике содержится весь список вот этих распадов, каждый из которых это самостоятельное интересное исследование цепочекции. А дальше, если вы взяли, например, информацию из Черенковского детектора, я к чему вас подвожу, потому что это важный и интересный детектор. То вы после этого вот этот пик разделили на пять таких вот пиков, и после этого вы смогли сделать пять важных изменений. А если вы их усредните, вот, например, здесь и здесь, у вас, например, вот здесь и здесь, у вас, например, цепочетность противоположная. Ну, условно. Так. Значит, теперь еще раз возвращаемся к смешиванию в системе BS-мизов. Мы сказали, что это трудно. Видите, какая ассцеляция мы нарисовали в зависимости от этого. То есть, казалось бы, очень красивая картинка, померили, определили, определили X или там, дельта. А дальше смотрите. Вот добавили то, насколько хорошо мы умеем вешать этикетку, кто у нас был в начале, B или IT. И уже синенькая распределение. А дальше добавили, например, еще, насколько хорошо мы можем различать по времени у нас разрешение. Вот оно размылось немножко, этикетки. А дальше мы говорим. А вот еще мы фон добавили. Да? Уже не такой красивый. Это еще не все. А дальше мы говорим. А вот если у вас совсем вершина распада и вершина рождения очень близко, мы их не умеем разделять. Вот и все. Вот это вот по геометрии мы потеряли еще вот эту часть, которая была самая красивая. И вот такое распределение мы хотим мерить. Это все равно трудно. Теперь смотрите. Вот эта картинка, которая говорит о том, что любую задачу, которую вы смотрите в этой физике, вы должны уметь для себя объяснить, почему так себя ведет распределение. Ну вот смотрите. Вот у вас есть красная и синяя. Значит, красная это перемешанная. То есть это у вас там B0, который перешел в B0 от синий, это не перемешанная. Или наоборот. Там, где там B0 перешел в антибл. Теперь смотрите. Вот эту картинку я уже показывал. Это картинка из эксперимента. Это чтобы вам показать, какой хороший эксперимент LHCB, который умеет вот такие осцилляции увидеть на опыте. А теперь смотрите. Значит, мы говорим, что расстояние между вот этой вот модуляцией, на какие-то расстояния, вот вперед, да? Он по физике, он зависит от того, насколько сильно осцеливают внизу. Тут вы ничего не можете сделать. Но ваша задача сделать такой детектор, чтобы эти вершины различились. Это разрешение по времени. Да, вы правильно меня учите. А на самом деле это разрешение по восстановлению вершин. Чем точнее вы каждую вершину восстанавливаете, тем лучше вы разрешаете это время. Теперь здесь. Вот, пожалуйста. Вот у вас расстояние, например, амплитуды этой модуляции, да? Вот вы только что с вами посмотрели, насколько вы хорошо умеете, например, идентифицировать частицы. Чем лучше вы умеете, тем сильнее у вас, вы видите эти осцилляции, тем точнее. А дальше. Вот у вас, например, ошибка в каждой точке, да? О чем она говорит? Значит, вот здесь вот все зависит от вас. Во-первых, она говорит о статистической точности. Чем больше вы набрали данных, тем точнее вы померили. Но не то. А значит, что вы, собственно, вот что это за ручка? Вот вы взяли, например, и построили вариантную массу, чего-нибудь. ПС, да? Вот вы построили вот такое распределение. Вот это у вас слой, а вот это ваш сигнал. От чего зависит ширина сигнала? Это у вас слабый рост. Только от разрешения вашего детектора, от того, насколько вы хорошо умеете померить рост. Ну, например. Да? Почему это важно? Почему важна ширина? Потому что эта точка, это отношение, вот оно, сигнала к конкурсу сигнал плюс рост. Поэтому, если вы померяете вот так вот, сигнал у вас останется тот же, а фон у вас под сигналом. А если вы померяете, например, вот так вот, с той же площадью, да, это то же количество событий, сигналов, то фон у вас вот так вот. То есть, вы померяете глядь с помощью. То есть, вот это вот, вот это ваша цель. Это, видите картинку? И сразу понимаете, а что, собственно, нужно делать для того, чтобы померить лучше. От чего зависит, какая характеристика на такой картинке. Ну, вот вам пример. Детектор, про который я говорил, что он очень хороший. Вот у вас есть очень вершинный детектор. Мариэль, он про него вчера рассказывал. Вот у вас есть трекерная система. Это то, что нужно для того, чтобы хорошо мерить вершины и определять. А дальше у вас есть два детектора Щеленьковского излучения. Которые умеют вам рассказать, кто есть Каона, кто есть Уриона, кто есть Протон. Вот, собственно, про них. Наверное, если сейчас правильное время остановиться, мы после треорезы поговорим. Спасибо.